Участковый как работает у вас на районе? Спокойно вообще? Я его не знаю. Ну а вы по ситуации, наверное, видите? Ну, по ситуации, вроде, нормально тут. Ничего такого нет. Извините за нас, звоните. Его вы можете не знать, но участковый знать и обязан. Чем живет вверенное население? А это 6 тысяч жителей Засвияжья, со своими бедами и невзгодами. Сюда же заведения, учебные, объекты спортивные, точки отдыха. Зов сердца, мечта детства. Пришел служить еще тогда в милиции в 2007 году на должность постового, патрульно-постовой службы милиции в Засвияжском РУВД. Устроился, 9 лет я отработал в патрульно-постовой службе, после этого перешел уже на должность участкового. Помощник, советчик, а иногда карающая сила. Современный участковый, прежде всего, модератор, который и с мудрым поколением договорится, и свежие технологии освоит во благо. Достойная альтернатива блокноту – планшет с необходимой базой данных. Так что, если не в лицо, то хотя бы по сети, наперечет. Профессия участкового – это ежедневный тренажер не только для ног, но и для ума. Они должны в сжатые сроки суметь разобраться в самых сложных жизненных ситуациях. Как-то напряженные детско-родительские отношения, или же поистине итальянские выяснения семейных страстей. Не поддаваться эмоциям и при этом постоянно следовать букве закона. Вот такая многофункциональность. Сколько вам нужно времени, минут, не знаю, секунд, чтобы считать людей, понять, выстроить линию поведения? Ну, если человек сидит рядом, то это до минуты. То есть посмотреть, посмотреть в глаза ему, чтобы все понять, как бы, что человек из себя представляет. В школьных сочинениях о призвании Ирина Кузьмина примеряла китель с погонами, а в реалиях носит так называемую форму-полевку. Заслуженно считает себя участковым психологом. Слушает, слышит, отзывается. Очень часто, когда люди видят участковую именно женщину, они, кстати, отмечают, что слава богу, что женщина. Мне будет легче вести с вами диалог. Сыновья бьют, к сожалению, своих мам и так далее. Но есть один, даже или несколько фактов, где мои беседы с сыновьями о том, что нужно вести себя подобающе, что должно быть соответствующее поведение в быту, помогли. И я считаю, что это мое достижение. Ненормированный рабочий график с ежедневными импровизациями и непредсказуемым поведением граждан. Не премии ради, а с четким пониманием главной сверхзадачи – менять людей, а вместе с ними мир к лучшему. Участковый, врач? Нет, не врач. Полицейский, да? А полицейский. Я не обращаюсь к ним. Ну, а сами видите, как по ситуации молодежь. Нет такого, что драки или что-то? Я не смотрю даже на полицейский. Ну, я не вижу. Потому что у меня все нормально, поэтому я и не обращаю внимания на полицейский. Ну, и дай бог, чтобы так было. И вам всего было. Татьяна Домоданова, Алексей Слипченко, репортер 73.